Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кадетское движение сейчас поставлено на уровень государственный. Сколько ребят произнесли клятву. А также президентский прием, плодотворное сотрудничество и мартовский снегопад. В страну идет антициклон из Западной Европы. Когда ждать весну? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Звания и регалии. Президент провел церемонию вручения государственных наград. 15 прекрасных дам удостоены Ордена Матери. Представительницы самых разных сфер, медалей Франциска Скорины, а также за трудовые заслуги и службу Родине. В зале присутствовали и мужчины-офицеры, которые защищают суверенитет и безопасность страны в неспокойное время. Глава государства поблагодарил силовиков за профессионализм и раскрыл подробности задержания украинского террориста и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении самолета А-50 на аэродроме Мочулище. Экстремист действовал в связке с американскими спецслужбами. Я распорядился несколько дней назад, да еще до этой операции, по всей стране провести жесточайшую зачистку. Это нам урок. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут. Будет как в 41-м году. Что там скрывать? Когда фашисты пришли сюда, ячейки эти были, пособники были. А потом они повязку на руку, шмайхер на плечо и действовали вместе с этими фашистами. Ничего не изменилось. Поэтому мы их должны найти. А им я хочу сказать, чтобы они готовились. Мы уже к ним идем. Наши ребята уже на пороге. Пусть готовятся. Лучший вариант, если они придут сами, руки вверх придут и сдадутся. Это будет для них спасение. Александр Лукашенко подчеркнул, попытка подорвать самолет никакого военного значения не имела. Все было рассчитано на СМИ. Теракты в Мочулищах и в Брянской области, когда диверсионно-разведывательная группа с территории Украины зашла и расстреляла мирных жителей, звенья одной цепи. Это демонстрация Западу, чтобы финансирование поступало и дальше. Президент назвал операцию по задержанию экстремиста и его пособников чрезвычайно сложной. Силовики, которые возглавили ее, удостоены государственных наград. В душе весна, на лице улыбка. В преддверии 8 марта мужчины поздравляют прекрасную половину человечества с наступающим праздником. На предприятиях и в организациях дамы получают цветы и комплименты. Особое внимание и ветеранам Великой Отечественной. Первым теплые пожелания и слова благодарности выражает мэр города. Татьяна Горбач о том, как это было. 97-летняя Ольга Головкина радушно принимает гостей. Целая делегация во главе с мэром приезжает поздравить ветерана Великой Отечественной с весенним праздником. В подарок нежный букет тюльпанов, корзина продуктов от городских предприятий и самые искренние пожелания в адрес хозяйки дома. Заслуживают особого внимания со стороны как исполнительной, так и законодательной власти. И сегодня от всей души мы поздравили ветерана Великой Отечественной войны, женщин в первую очередь, потому что это самое главное для нас люди. Заглядывают высокие гости и к Надежде Хрущинской. Здесь также неустанно звучат слова благодарности за невероятные подвиги в годы войны и пожелания долгих лет жизни. Вот эти цветы – это для вас. Это для вас. С праздником вас. Всего вам хорошего. Крепкого здоровья – это самое главное. За плечами Надежды Яковлевны большая и достойная жизнь. Когда началась война, ей было всего 14. Доставляла ценные сведения партизанам. Но нашелся предатель, и нашу героиню вместе с мамой и маленькой сестрой арестовали. В тюрьме и лагере они прошли через настоящий ад. Фашисты морили голодом, брали у детей кровь и заставляли работать в нечеловеческих условиях. Лес повезли в барак, чтобы сожжечь нас. И уже привезли, и все, пошли. Там зачем, не знаю. С мамой висклинули оттуда. И дверь не закрыта была. Как оно, как это получилось, я прямо не знаю. Это, наверное, в Господу, я говорю. Вот так. Безвозвратно уходит целая эпоха. А вместе с ней – поколение мужественных людей, которые на себе испытали все ужасы войны. Список становится все короче. Сегодня в Бобруйске осталось всего 33 ветерана. Из них 22 женщины. И сейчас особенно важно не только дарить им заботу, но и успеть поговорить. Сказать «Спасибо за светлое небо и мирную Беларусь». Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Смертельная доза. В Бобруйске родители нашли сына без признаков жизни. Сообщение в милицию поступило в конце января. Медики констатировали смерть 28-летнего молодого человека. Всему виной наркотики. В личных вещах парня оказались два шприца и фрагменты изоленты. А на теле следы от инъекций. Оперативники наркоконтроля установили, что психотропное вещество он приобрел посредством закладки. Вскоре задержан закладчик. Им оказался длитель Осипович, который проживал в Бобруйске и работал на интернет-маркет. Во время обыска у него обнаружено 20 свертков особо опасного психотропного вещества, расфасованных для закладок. За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 25 лет тюрьмы. В прошлом году в Беларуси перекрыли 29 каналов поставки психотропов. Кроме курьеров, задержаны и организаторы преступных группировок. Политическая сила, медицинский арсенал и человеческие жизни. Умерли еще двое пострадавших в аварии под Смолевичами. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь и Китай договорились о поставке и производстве метаборудования и фармсубстанций. Из Поднебесной в республику привезут новые аппараты МРТ и КТ. Для их бесперебойной работы будут организованы сервисные центры. По итогам визита белорусской делегации в КНР был подписан большой пакет документов по развитию отношений в различных сферах – торговле, здравоохранении, науке и безопасности. В учредительном съезде с рабочим названием «Белорусская политическая партия «Белая Русь» примут участие свыше тысячи делегатов. Пройдет он 18 марта в Минске. Там утвердят устав и программу, а также выберут руководителей. Новый виток развития уже объединяет граждан разных социальных групп и возрастов. Все эти люди – патриоты, которым не безразлична дальнейшая судьба своей страны. Умерли еще двое пострадавших в аварии под Смолевичами. У них были диагностированы сочетанные травмы. Консилиумы и поэтапные операции проходили с привлечением специалистов различного уровня. Несмотря на усилия медиков, чуда не произошло. Напомним, в ДТП с участием маршрутки «Ямаза» погибли сразу 11 человек. После трагедии Минтранс и МВД усилили контроль за перевозчиками. В Беларуси подешевело автомобильное топливо. 92-й теперь стоит 2 рубля 35 копеек. 95-й и дизель 2,45, 98-й 2,67. В последний раз стоимость бензина менялась в июне прошлого года. Тогда она выросла. Белнефтехим также ввел новый способ регулирования цен на дорожный битум. Для всех производителей смеси предельный норматив рентабельности – 12%. В прошлом году свыше 240 женщин получили субсидию на открытие собственного дела. Размер, если это город, почти 3800 рублей. В сельской местности – более пяти. Также развиваются механизмы реинтеграции женщин на рынке труда. Им предоставляется право в период декрета бесплатно повышать квалификацию либо проходить переподготовку по направлению службы занятости. Зима не отступает. В Беларусь идет антициклон из Западной Европы. Сложные погодные условия по всей стране сохранятся до конца недели. В прогнозе на среду – мокрый снег, местами слабая метель. Ночью столбик термометра покажет до минус 11, днем – до плюс 7. Из-за перепада температуры усилится гололедица. Все это может затруднить движение транспорта, увеличить вероятность возникновения аварий и риск травматизма. В первую очередь мы настоятельно рекомендуем не спешить с заменой зимней резины на летнюю. На многих участках улично-дорожной сети образовывается гололедица. И в таких условиях управлять транспортным средством на летних шинах очень опасно для жизни. Во время непогоды не совершайте резких маневров. Не забывайте о соблюдении безопасной дистанции и бокового интервала. Инспекторы рекомендуют отнестись к очистке проезжей части дворов с пониманием и не парковать авто возле тротуаров надолго, чтобы не мешать проезду спецмашин. Стоит также избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и двигаться с безопасной скоростью. Юность в сапогах в 27-й школе имени Веры Хоружей прошло посвящение учащихся в кадеты. Перед своими сверстниками, наставниками, родителями и почетными гостями 25 парней и девушек произносят торжественную клятву. После им вручают удостоверение на право ношения формы. Главное, чтобы каждый из них был настоящим патриотом и достойным гражданином своей страны. Обучение в этом классе – первая ступень на пути в профессиональную жизнь военного. Кадетское движение сейчас поставлено на уровень государственный. И то есть эти люди, которые пришли в этот класс, имеют мотивацию, одев военную форму, для того, чтобы в будущем защищать свою родину, Республику Беларусь. Строевую, тактическую и медицинскую подготовку ребята проходят на базе 147-го зенитного ракетного полка. Помимо практики, внимание уделяется и теории, особенно исторической части. В год мира и созидания, военно-патриотическое воспитание – одно из ключевых направлений развития. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!